Так, ну что, мы приступим? Или мы чего-то ждем? Ничего не ждем. Ничего не ждем. Уж не жду от жизни ничего я. Так, здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. Время 17 часов 01, у вас 19.01, мы почти вовремя. Сегодня некоторая сутолка была связана с тем, что мы будем записывать здесь, в Москве, эту лекцию. Затем, по-видимому, ее выложим на сайте НИД-стадио, так что она будет доступна. Это, я говорю, не для двоечников, не для тех, кто пропускает эти занятия, а вот для вас, да, если вы там захотите что-то подробнее или еще как-то. Вот, можно будет пересмотреть. Вот. Это первое сообщение. Второе сообщение по ходу дела наших занятий. Я, Галина Геннадьевна, она, наверное, вам говорила, выслал на днях примерные темы, примерные темы работ, да, или там вопросов, да, которые для магистрских диссертаций. Так что можете поинтересоваться. Но это с моей стороны, да, которые я бы видел интересными для вас. Обратите на это внимание. Так, а что это за блуждающие фигуры у нас тут? Это что такое? Я тут. Какие-то сомнамбулические. Что такое? Что случилось? Все, хорошо. Я, да, я предлагаю присесть всем, да, значит. Итак, переходим к сути наших занятий. В прошлый раз, неделю тому назад была первая лекция. Она была, если вы помните, посвящена как бы структуре наших лекций. Вот вообще, почему, когда мы говорим о безопасности, ну, в частности, механической безопасности зданий и сооружений, нам нужно разбираться с теми разделами, которым будет посвящены наши лекции и занятия, да. Ну, в целом мы это, так сказать, разобрались. А также мы посмотрели очень кратко, да, памятуя, что вы у нас без пяти минут научные работники, магистры. Очень кратко, то, что вы сами работаете с литературой. В общем-то, какие нормативные, да, основы, какие нормативные российские требования сейчас регламентируют вот эту самую оценку безопасности, да. И какой основополагающий документ, помните, да, 384-й федеральный закон о регламенте технической безопасности, да, зданий регламентируют. Разумеется, мы об этом говорили, это только вершина айсберга нормативного, да, потому что существует куча различных подзаконных, да, так скажем, актов или там сводов правил, СНИПов, ГОСТов, да, которые по тем или иным вопросам описывают, да, дают нам понимать, как надо делать, чтобы, значит, нам было безопасно. Сегодня у нас вторая лекция, как я говорил, она посвящена нагрузкам и воздействиям, основным их особых сочетаниях этих нагрузок и воздействий. И когда мы говорили об этом, я, помните, говорил о том, пожалуйста, вторая лекция, о том, что говорить о безопасности чего бы то ни было, ну, в частности, здания и сооружений, не понимая или как бы не акцентируя внимание на нагрузках и воздействиях, которые действуют на эти здания и сооружения, причем на разных этапах, на основных этапах жизненного цикла, да, это вещь бессмысленная. Ну, действительно, мы понимаем, что если поместить наше сооружение, наше здание, наши несущие конструкции, основания в одни условия нагружения, они могут оказаться вполне безопасными. Если их увеличить или как-то там по-другому перераспределить, они вполне могут оказать такое влияние, что здания, сооружения, несущие конструкции, основания перестанут быть безопасными с точки зрения критерий механической безопасности. Поэтому занятие нагрузками и воздействиями, определение нагрузок и воздействия, моделирование нагрузок и воздействия в тех случаях, когда это необходимо, вещь абсолютно необходимая при оценке, при обосновании механической безопасности здания и сооружения. Это раз. Два. Ну, я пролистаю, если вы не возражаете, не буду останавливаться на федеральном законе. Хотя, вот тут видите, таким жирным курсивом выделены те места, которые мы проходили в прошлый раз, но которые акцентируют внимание на нагрузки и воздействия. Ну, вот, в частности, что механическую безопасность надо обосновывать с учетом вариантов одновременного действия нагрузок и воздействий. То есть, не просто поры, а именно одновременного. Далее, в другом пункте той же статьи 16 говорится о том, что должны быть учтены внимание не те, которые вам нравятся, не те, которые вам близки по духу, цвету, вкусу, а учтены все виды нагрузок, соответствующие функциональному значению и конструктивному решению здания. Ну, и так далее и тому подобное. То есть, никакого выборочного, никакого там такого селективного подхода быть не может. То есть, если мы знаем, норма регламентирует, техническое задание, задание на проектирование говорит о том, что действуют такие нагрузки и воздействия, они все должны быть учтены со степенью точностью, о которой мы сегодня поговорим, потому что это не так очевидно. Ну, теперь бросим очень кратенький взор, очень кратенький такой взгляд. А, собственно, какие нормы? Ну, сколько мы начали с норм. Какие нормы или, может быть, какие-то иные методические документы? Регламентируют, да, вот эти самые нагрузки и воздействия на наши с вами здания, сооружения. Ну, добавлю от себя комплексы зданий и сооружений, если они оказывают еще и взаимное влияние. Ну, начнем с понятного, с российских требований, поскольку понятно, что приоритет в России при проектировании строительства и эксплуатации зданий в России имеют, конечно, российские нормы. Более того, они являются обязательными. Мы об этом уже говорили. Итак, вот исторически давным-давно, еще в далекие советские времена, когда, наверное, и ваши родители были молодые, а может быть, их даже не было на свете, уже были такие нормы, строительные нормы и правила, сокращенные СНИП в Советском Союзе. Ну, вот последний, как бы, советский СНИП, в советские времена, вот видите, он датируется 85-м годом, СНИП 2.0.1.0.7.85, который с определенными изменениями дожил до наших времен. Это как раз строительные нормы и правила, которые называются, ну, такое говорящее название, да, соответствующее названию нашей сегодняшней лекции, нагрузки и воздействия. Ну, вообще о терминологии пару слов, да, здесь нету, как бы, единого мнения, да, правильно ли это название, нагрузки и воздействия, да. Ну, вот и отражением это является то, что, например, европейские нормы, вот следующая картинка, да, с которыми мы пытаемся, как бы, приближаться, да, или гармонизироваться, как это более модно говорит, вот, они по-английски пишут просто ex, да, ex или exitation, то есть это просто воздействие, да, то есть не нагрузки и воздействие, а воздействие. И надо сказать, что с точки зрения, как бы, теории, теории, да, они правы, на мой взгляд, потому что нагрузки – это частный случай воздействия, да, нагрузки – это, по сути, силовые воздействия. Воздействия могут быть силовыми, кинематическими, температурными, деформационными, ну, в общем, целый ряд, может быть, таких воздействий, да, нагрузки, как правило, это силовой вид воздействия. Поэтому более общее понятие – воздействие. Вы спросите, а почему же вот укоренилось и до сих пор используется понятие нагрузки и воздействия? Ну, я бы считал так, что это вот как раз дань истории. Дань истории может быть хорошая, а может быть и не очень. Вот, может быть, хорошая, а может быть и не очень. Я не вижу большой беды в том, что это вот называется так, как это называется, нагрузки воздействия. Но обращаю ваше внимание, как на людей пытливых, без пяти минут, повторяю, исследователей, да, может быть, научных работников, да, что если и когда вы вводите какое-то понятие и что-то этим понятием определяете, вы должны быть точны, да, вы должны быть точны, да. Потому что если вы пишете это через и, то получается, что воздействие, да, это не нагрузки, да, а на самом деле это не так, да, нагрузки – это частный случай воздействия. Вот, если бы это было написано так, воздействие в том числе нагрузки, да, ну, это было бы правильно, но очень долго. Итак, нагрузки и воздействия, как это называется в России, называлось и сейчас, и просто воздействия, как это называется в Европе и в мире. Итак, мы видим европейские нормы, ну, вернее, руководство обосновывающих на русском языке, которые в свое время были изданы. Есть наш документ, и обращая ваше внимание, вот здесь я бы, так сказать, на вашем месте зафиксировал просто это название, относительно недавно, ну, несколько лет назад, это действительно относительно недавно, вышла книжка такая. Ну, она носит, как бы, с одной стороны, статус имеет учебного пособия, что нам с вами полезно, да, с другой стороны, имеет явные такие монографические признаки, признаки монографии. Называется она прямо-таки так, нагрузки и воздействия на здание и сооружение, да. Издание ассоциации ИСВ, ну, раньше это была ассоциация строительных вузов, сейчас это просто называется ИСВ, московское российское издательство. Вот из группы авторов, которые здесь присутствуют, пять авторов, я обращу внимание ваше, мы поймем в дальнейшем, почему я обращаю внимание, на такого автора по фамилии Перельмутер, Анатолий Викторович, да, Перельмутер. Почему, расскажу, да, потом, даже сегодня. В значительной степени, если вы хотите посмотреть какой-то печатный, ну, так сказать, неважно, на бумаге или в интернете, да, электронную версию документа, где более-менее связано и полно изложено позиции по нагрузкам и воздействиям и современные воззрения, в том числе и нормативные требования, их основы, их преимущества и недостатки. Вот я вам очень рекомендую эту книжку, очень рекомендую. Помимо того, что она содержит, повторяю, цельное и такое полное изложение, она еще и написана очень таким правильным, на мой взгляд, языком, как и вообще отличает все книги, которые написал Анатолий Викторович Перельмутер, да, он написал достаточно много книг, каждая из которых является вот таким своеобразным техническим бестселлером. Итак, идем дальше немножко, да. Нагрузки и воздействия – основные особые сочетания. Вот мы уже упомянули еврокоды. Еврокоды – это вот европейские нормы, нормы, которые используются в европейском сообществе, да, поэтому они называются еврокоды, ну, или еврокодексы. И мы видим, что есть достаточно много этих евронорм, да, достаточно много евронорм. И вот практически первые же нормы, еврокод 1, ну, следующий после нулевого еврокода, где основы проектирования, да, изложены. Первый же еврокод – это actions on structures. Actions on structures. Воздействие на несущие конструкции. Да, вот как раз подтверждение тому, о чем я говорю, что не нагрузки воздействия, а просто воздействия. Вот. Это достаточно обширный документ. Вы видите, что количество частей у него достаточно большое. И это не случайно, потому что вот этих самых воздействий, да, всяких их видов, сочетаний, требований, там, критериев, их достаточно много. Это говорит о разнообразии тех нагрузок и воздействий, их сочетании, которые мы должны учесть при проектировании, да, ну, и там, на других стадиях жизненного цикла, для того, чтобы правильно оценить безопасность наших зданий и сужений. Ну, теперь я показываю актуализированную редакцию. Вы спросите, что такое актуализированная редакция? Ну, в данном случае это 2011 год. С тех пор вышло несколько еще других актуализированных редакций, но это является обязательным пока, да, документом. Редакция 2011 года. Нашего СП по нагрузкам и воздействиям, да, теперь это называется свод правил, ну, вот по старому СНИКу, 85-го года за созвездочкой, да. Мы видим структуру, структуру этого документа. Я сейчас не буду полностью его зачитывать, но даже безбеглый взгляд показывает, что это весьма такая обширная, разветвленная, да, со своими там, по-видимому, течениями, подводными камнями, дисциплина, освоив которую можно, ну, более-менее, так сказать, рассчитывать на то, что вы грамотно зададите и учтете эти нагрузки и воздействия при обосновании механической безопасности. Ну, давайте буквально пробегусь по первому уровню, только по первому уровню только этого оглавления, чтобы было понятно, да. Итак, область применения, это ясно, нормативные ссылки, это понятно, термины определения столь же, общие требования, не буду об этом говорить, и классификация нагрузок, внимание, да, тут уже есть о чем поговорить, сочетание нагрузок, то, что мы говорили о том, о том, что федеральный закон трактует 384, да, что нас интересует не только, а вообще говоря, для оценки безопасности не столько отдельные нагрузки, сколько их расчетные сочетания, да, то есть одновременные, одновременные действия тех или иных нагрузок и воздействий, вот это как раз сочетание. Ну, и дальше пошла градация, то есть вот как раз по классификации нагрузок и воздействий, то есть первая большая группа – это вес конструкции грунтов, да, ну, понятно, что мы без этого не можем обойтись, потому что все конструкции обладают массой, стало быть, по закону тяготения обладает, значит, собственно, весовой нагрузкой, которая действует на эти конструкции, да. Далее, это нагрузки от оборудования людей, ну, и так далее, и тому подобное, стадируемых материалов и изделий, да, ну, понятно, что наши здания, сооружения, они не сами по себе, они держат какие-то нагрузки дополнительные, помимо собственного веса, да, в зависимости от функционального назначения той или иной конструкции или того иного сооружения, где эта конструкция используется, да. Есть, вы знаете, сооружения, конструкции, где масса людей составляет чуть ли не основную нагрузку, ну, помимо собственного веса, да. Есть те конструкции, скажем, промышленные, где масса людей практически малозначима, а вот масса оборудования, каких-то там складируемых материалов, вот она основная. Поэтому в зависимости от типа конструкции, их функционального назначения, вот это разные нагрузки и воздействия. Далее. Есть специальный вид, опять же, промышленных зданий, например, в которых нагрузки от мостовых и подвесных кранов составляют очень важную часть, как статические, так и динамические, потому что они движутся, они тормозят, они могут упираться, в том числе динамические, в какие-то тормозные, скажем, устройства. И это вызывает дополнительные нагрузки, в том числе динамические нагрузки. Это тоже требует специального учащения. Далее. Четыре группы, ну вот из того, что я вижу, четыре группы климатических нагрузок, так называемых. Обращаю ваше внимание, мы будем уделять сегодня тоже больше внимания. Еще и потому, что мы в своей практике последних десятилетий уделяем этому много внимания. Там много нерешенных проблем. Именно поэтому это не уделяется. Итак, снеговые нагрузки. Снеговые. Буквально пять минут назад от меня ушел мой аспирант Российского университета транспорта, который в этом году поступил ко мне в аспирантуру. Ну, правда, я его знаю уже лет пять-шесть. Вот. Очень толковый, очень способный, я бы сказал, талантливый молодой человек, который как раз тема диссертации будет численное моделирование снеговых нагрузок на большепролетное здание. Пока больше говорить ничего не буду, потом коснемся. Снеговые нагрузки. Первый очень важный вид климатических нагрузок, скажу более того, для большепролетных зданий и сооружений, ну, такие как там дворцы спорта, стадионы, ну, и целый ряд других, там какие-то покрытия терминалов аэровокзальных там или железнодорожных, да, эти нагрузки едва ли не самые важные по своему вкладу, ну, безопасность, да, здания и сооружения. И более того, мы знаем, например, примеры обрушения, Трансвальпарк, Басманы и ряд других, где обрушение произошло не просто на фоне больших снеговых нагрузок, но и в значительной степени вследствие этих нагрузок. Это не одно и то же, да, на фоне или вследствие. Далее. Ветровые нагрузки. Следующий важный вид нагрузок и воздействий. Эти нагрузки очень многофакторны для разных сооружений, высотных особенно, ну, и большепролетных тоже. Их влияние разное. И целый ряд явлений они могут порождать. И целый ряд критериев, которые мы должны удовлетворить при действии этих нагрузок, мы должны выполнить для того, чтобы считать наше здание безопасным. Об этом пока тоже сейчас говорить не буду, просто вот анонс небольшой. Гололедные нагрузки. Ну, гололедные нагрузки, как правило, важны для высотных зданий на больших отметках, на больших высотах. Обледенение, которое возникает, может вызывать, ну, скажем, потерю прочности и устойчивости фасадных конструкций, особенно современных, светопозрачных, модных. Но, разумеется, не только. Исторически первыми, наверное, примерами, не относящиеся к гражданскому строительству, а, естественно, к промышленному, это вот линия электропередач, вам известная. Что в период, ну, определенных климатических условий происходит обледенение, налипание снега и образование такого большого толщины гололедного покрытия этих линий электропередач. И зачастую это приводило и приводит, да, к обрыву этих линий электропередач. До сих пор. Ну, вот таких примеров пруд-пруди. Каждый год, то там, то сям, мы наблюдаем это дело, да. То есть, это вот есть целый ряд, повторяю, таких конструкций, для которых гололедная нагрузка является, как это ни странно, не то, что едва ли, а на самом деле самой важной нагрузкой. Это вот к вопросу о том, что нельзя сказать, что вот одна нагрузка самая опасная, да. Для одного типа сооружений эта нагрузка опасная, для другого это, для третьего их сочетания то ли иное, да. То есть, это надо понимать. Ну, и четвертый вид климатических нагрузок, ну, не только климатических, но климатика здесь играет свою роль. Это температурные климатические воздействия, да. Ну, температурные бывают не только климатические, но в данном случае климатические воздействия. Так. Я отвлекусь буквально на полминуты. Подпишу отчет. А научно-техническая работа, разумеется. Ну, вы видите, 14-м пунктом значатся прочие нагрузки. Вы спросите меня, а что это за прочие? Ну, я могу, конечно, ответить, как я думаю, а фиг его знает. А с другой стороны, нет. С другой стороны, действительно, прочих-то нагрузок немерено. Мы даже не очень представляем заранее, что это за нагрузка. Ну, вот скажите, как вы бы определили понятие, чтобы вы включили в понятие прочих нагрузок, если бы были авторами этих норм? Ну, или просто вас сейчас бы пригласили подумать на эту тему. Какие другие нагрузки, не отмеченные выше, не перечисленные выше, вы бы сюда могли включить. Как вы думаете? Шевелим мозговой извилины. Есть соображения? Ну, давайте так. Я оставлю вас один на один пока с этой мыслью. Может быть, на следующем занятии или в ответах на вопросы экзаменационные вы дадите ответ. Но я просто хочу сказать, что действительно вот этих других нагрузок и воздействий для целого ряда вида там сооружений, там нагрузок, да, их может на самом деле быть очень много. Очень. Ну, просто очень. Ну, вот предположим, мы с вами находимся в производственном помещении, здание производственного назначения, цех какой-то там, да. Вот работает оборудование, да, предположим, вращающееся оборудование, электромеханическое оборудование, да. Что это оборудование производит? Вибрации, да, то есть вибрационную нагрузку с разной частотой, ну, в том числе с промышленной, порядка 50 Гц. Эти нагрузки важны для учета при оценке безопасности несущей конструкции этого промышленного здания? Конечно, важны, да. А в некоторых случаях не просто важны, а определяющими являются, да. Ну, например, если мы имеем в виду фундамент турбоагрегата, там, многотонного, да, вращающегося, то вот основная нагрузка для этого турбоагрегата, вернее, для фундаментной конструкции турбоагрегата, это именно вот эта самая неуравновешенная динамическая нагрузка, да. Вообще принципиально вы, наверное, заметили, что есть одна очень важная нагрузка, одно очень важное воздействие, которое мы не наблюдаем в этих нормах. А почему, вы спросите? Ну, хорошо, почему отложим? Какой вы нагрузки здесь не увидели, да, или воздействия? Который заслуживает, ну, можно сказать, отдельного рассмотрения? У него собственный вес. Собственный вес у нас был, Ерон. Еще? Сейсмика. Сейсмика. Золотые слова. Балл дают тому, кто это сказал, значит, напишите, я это учту. Да, оказывается, здесь нет сейсмиков. И никогда не было. Внимание, и никогда не было. А почему, спросите вы? А очень просто, потому что исторически в России сложилось так, что сейсмическим нагрузкам и воздействием, ну, равно как и реакции на эти сейсмические воздействия, нагрузки и воздействия, это было объединено в одном документе, да, было посвящено отдельные СНИПы, отдельные, которые так и называются, проектированные в сейсмических районах, да. Этот СНИП 1981 года, который там с изменениями дошел до наших времен. То есть, да, действительно, это очень важное воздействие, которое просто исторически сюда не включается, да. О нем говорится, да, что этот СП говорит обо всем, кроме вот этих сейсмических воздействий. На самом деле, не только кроме, я уже говорил, вибрационные воздействия, воздействия ударной воздушной волны, там, от взрывов всевозможных, в том числе там бытового газа, аварийные воздействия других видов, да. Очень-очень и очень много, да, то, что требует, так сказать, дальнейшего учета. И то, что будет учитываться в рамках развития этих норм или создания новых норм. То есть, надо понимать так, я об этом говорил, что когда мы рассматриваем любую современную, да, действующую нормативную установку, реализованную в тех или других нормах, ну, СП в данном случае, мы должны понимать, что это не более чем, как бы, моментальная современная картина, такая вспышка, да, разума или там моментальная фотография. Она отражает опыт прошедший, но не отражает перспектив и того, чего мы уже на самом деле достигли, да. То есть, нормы всегда отстают. Поэтому, когда мы дело имеем с реальными сооружениями, мы имеем дело с уникальными сооружениями, находящимися в реальных условиях, мы всегда, кроме этих норм, используем что? Пишем и используем специальные технические условия, которых проговариваем, и с точки зрения нагрузок и воздействия тоже. А что еще мы должны учесть, да? А как мы это должны учесть, если это не прописано в действующих сводах правил? Ну, аналогичным образом, не буду долго вас мучить, да, я показываю структуру Еврокода, да, здесь есть, ну, как бы, похожие вещи, а есть и отличные. Ну, давайте посмотрим, какой сравнительный анализ быстро сделаем, да. Ну, мы видим, что удельный вес, постоянные временные нагрузки на здание, ну, вот удельный вес – это собственный вес, по сути дела, да. Огнестойкость – это вообще, как бы, немножко в другую сторону, это не механическая безопасность, да, а пожарная, значит, пожарная безопасность, с точки зрения наших федерального закона, да. Снеговые нагрузки увидели, ветровые нагрузки увидели, температурные воздействия увидели. Вот увидели то, чего нет в наших нормах в явном виде, в виде отдельного такого раздела, да, воздействия при производстве строительных работ. Вы спросите, это важно? Это архиважно, потому что есть целый ряд, типа размер, так сказать, зданий и сооружений, да, что если вы неправильно учтете там нагрузки при возведении, это здание просто не может быть возведено, да. Ну, вот мы знаем целый ряд таких строек, сооружений, да, которые не дожили до эксплуатации, они разрушились в период возведения, да, в том числе потому, что неправильно были учители нагрузки в период возведения, да. Вот, ну, не буду рассказывать, вы в литературе наверняка найдете достойные примеры. Ну, вы видите, что здесь есть понятие особые воздействия, куда входят и сейсмические, и аварийные, ну, и целый ряд других, да. Транспортные нагрузки на мосты, ну, краны и механические оборудования есть, бункеры и резервуары, да. То есть, как бы структура в чем-то похожа, еврокод в чем-то отличается, да, в чем-то отличается. Теперь перескакиваю, повторяю, у нас с вами много времени на это не будет, поэтому мы так скакать будем сильно. Перескакиваю к той самой книжке, которую я анонсировал, и, как бы, очень рекомендую вам, повторяю, да, очень рекомендую вам ее пользоваться. Это книжка «Нагрузки и воздействия на здание и сооружение» под авторство целого ряда известных специалистов, ну, прежде всего, Гордеев и Перельмитр, да, это вот как бы такие закоперщики, зачинщики, да, и основные авторы этих книжек. И вот, по сути, я думаю, для вас, как для, повторяю, магистрантов, будущих магистров, вот знакомство с этой книжкой, ну, вообще, знакомство с книжкой «Вещь необходимая», чтобы не говорили современные блогеры, да, она весьма важна для понимания, для осмысления вот этой темы, да, то есть темы самих нагрузок и воздействий, их сочетаний и влияние этих нагрузок и воздействий, вот, собственно, на итоговую оценку безопасности здания и сооружения, да, что эти нагрузки, воздействия, они не сами по себе, они не сами для себя, да, они именно необходимы для того, чтобы правильно, да, оценить параметры безопасности нашего здания и сооружения. Мы видим тут целый ряд разделов, в значительной степени перекликающихся и пересекающихся с нормативными требованиями, но это неудивительно, да, ну, вот, обращаю ваше внимание, да, очень кратенько, опять же, да, учитывая ограниченность нашего времени, что нагрузки, нагрузки, вот, внимание, да, это элемент расчетной модели. Повторяю, нагрузка не сама по себе, да, там, типа, задал и побежал, да, это элемент расчетной модели, потому что мы это посмотрим, в зависимости от идеализации расчетники, да, в зависимости от расчетной схемы, одни и те же нагрузки могут поделироваться по-разному и, естественно, приводить к разным результатам. Это зависит от цели и задач нашего моделирования, да, и от того, как правильно в том или другом контексте учесть ту или нагрузку его льва здесь. Ну, вообще, давайте немножко поговорим вот о чем. Зачастую, ну, почти повсеместно, я бы так сказал, действительно нет того понимания, что это такое нагрузка, как элемент расчетной модели. Ну, нагрузка, она и нагрузка. Вот она, СП определяется вперед, да, прикладывает к нашему сооружению вперед. Оказывается, это не всегда так. Оказывается, что я целого ряда случаев нагрузка или воздействие, или то и другое, таким образом изменяет нашу расчетную модель, что разделить нагрузку и воздействие от расчетной модели, ну, в том числе, от напряженной деформирования, невозможно. Ну, какие примеры наиболее такие яркие тут можно привести? Я не буду в это углубляться, но просто скажу, чтобы было понятно, да? Ну, вот возьмем такой самый красивый, самый такой на слуху, на виду случай. Это всякие аэроупругие колебания, например, гибких мостов в потоке воздуха, да? Ну, известные примеры, мы это еще будем тоже показывать, да, примеры, там, обрушения мостов, там, Токомского моста, например, в Штатах в 40-м году, прошлого столетия, или вот колебания Волгоградского моста, недавнее, да, построенного через Волгу. Что это за колебания вообще? Почему мы их называем аэроупругими? Почему мы называем эти процессы автоколебательными? А потому что это связанная задача. То есть не просто поток действует, поток воздушный в данном случае, да, действует на наше сооружение, на нашу конструкцию, и она откликается на это, да, то есть реагирует, оказывает реакцию на это воздействие. Но эта реакция такова, динамическая, в общем, случае реакция, да, что движущаяся конструкция оказывает влияние обратное на сам поток, то есть на это самое воздействие. И они, по сути дела, находятся в одной модели, то есть одно влияет на другое и неотделимо друг от друга. Более того, только в такой связанной, как их называют в механике математики постановки, можно реально оценить, правильно оценить, правильно описать математически те явления, вот это аэроукруга неустойчивости, которые могут происходить. Потому что если как только вы разделяете эти явления, у вас пропадают эти неприятные эффекты, и вы тем самым не оцениваете реальную угрозу. Да, а мы знаем, что это угроза, мы видели это на примерах, реально. Вот такой наиболее характерный пример, а их много на самом деле, мы их еще посмотрим, да, когда нагрузка или воздействие внешнее, да, это не просто нечто как бы внешнее, кем-то заданное или смоделированное, да, оно плоти о плоти может быть в составе общей расчетной модели и видоизменяться в зависимости от реакции этой модели. Ну, на что я хотел бы еще обратить ваше внимание, да, нагрузки, пункт 1.3, вы видите, да, нагрузки как случайное явление. Давайте мы, может, даже по-другому поступим, насколько я помню, у меня, да, вот тут вот я немножко пробегусь. Давайте сразу я по пунктам пройду, а потом углублюсь немножко, наверное, это будет лучше. Итак, вес конструкции грунтов проходили, знаем, об этом еще пару слов. Полезные нагрузки на перекрытие, ну, не только на перекрытие, значит, тоже понятно. Крановые нагрузки говорили. Нагрузки от внутрицехового транспорта для промышленных зданий и сооружений говорили. Снеговые, ветровые, гололедные, температурные, пока пробегаем с тем, чтобы оставить время, так сказать, чуть-чуть потом, да. Ну, вы тут видите, есть некая градация нагрузки от смерча. Ну, от себя добавлю в скобках торнадо. Ну, что такое смерч, что такое торнадо, да. Это такой частный вид ветровых нагрузок, да, которые на самом деле являются самыми сильными такими ураганными ветровыми нагрузками, то есть такой предельный случай ветровых нагрузок, который формируется при столкновении там разных масс воздуха, потоков там теплого и холодного, да. Ну, и наиболее известная такая долина смерти там в Аризоне где-то, да, в Соединенных Штатах. На самом деле смерчем подвержены и многие европейские районы России, например. Ну, вот, например, в 60-е годы был известный смерч в Ивановской области, который унес порядка сотни жизней, да, и многочисленные, значит, разрушения, принес, да. То есть это реальные нагрузки, в том числе и у нас, да, это не что-то такое экзотическое, вот, тем не менее, да. Волновые нагрузки, ну, волновые нагрузки, которые свойственны зданиям, сооружениям, там, скажем, приморской зоне, там, речные, там, да, и прочее, и прочее. Гидротехнические сооружения, предположим, да. Ледовые нагрузки, ну, опять же, для многих сооружений, например, для платформ по добыче нефти и газа, которые сейчас в большом количестве строятся, да, и эксплуатируются уже, да, это одна из основных видов нагрузок, ледовая нагрузка. Или там опоры мостовые, ну, тоже, Керченский мост, не только, да, они испытывают в зимний период очень сильные ледовые нагрузки, в том числе, движение льдов, вот, это одно такое очень сильное направление, да. Сейсмические, мы говорили, это тема отдельная, так. Аэростатические нагрузки. А это что за зверь, как вы думаете? Вот, оказывается, есть такие нагрузки и воздействия. Мы, так сказать, посмотрим на них применительно, так сказать, к одной из лекций, там, последней лекции, да, при экспертизе причин обрушения трансфальпарка. Но на самом деле эта нагрузка вполне может оказывать очень значимое влияние на напряженно-деформированное состояние, прочность, устойчивость тех или иных, ну, скажем, сооружений, да, тех, которые испытывают внутреннее давление, предположим, да. Ну, особое воздействие, особое воздействие отдельная тема, туда входит целый ряд, ну, те же сейсмические, аварийные, значит, удар транспортных средств, ну, и так далее, да, или какие-то там такие полутеррористические. Ну, и последнее, я как бы не все буду говорить, последняя тема, да, вы видите, это очень важная тема, выбор невыгодных в сочетании нагрузок, да. В каком смысле невыгодных? Ну, понятно, никто там не ищет какой-то коммерческой выгоды, да, или там какой-то денежной, да, предположим. Невыгодных с точки зрения, безусловно, оценки безопасности, да, потому что вот вы можете правильно учесть, например, при оценке напряженно-деформированного состояния, там, прочность, устойчивость, одну нагрузку, вторую, и при этом пропустить какое-то их невыгодное сочетание, при котором вот эти факторы уже, так сказать, выйдут за пределы критериально допустимых с точки зрения критериев безопасности, да. Вот здесь как раз этот раздел очень подробно, это важная тема, и она не до конца исследованная, как и многие другие, да, в области нагрузки воздействия. Вот, очень, значит, подробно рассказывается, как подходить к этой теме, да, как это подходить в голове, как это подходить методически, как это реализовывать программных комплексов, да. Вот. Давайте теперь немножко углубимся, да. Ну, вот здесь есть литература, я не буду, так сказать, на этом останавливаться. Естественно, вы эту литературу можете и должны посмотреть, если, повторяю, вы числили себя по разряду исследователей. Ну, вот здесь первый раздел, да, нагрузки, как элемент расчетной модели. Ну, вот здесь показано, например, ну, простейший пример, да, как элемент расчетной модели. Вот у вас есть, ну, условная балка, да, такая условная модель, это не балка, это может быть плита, да, все что угодно. И в этой плите, на эту плиту, там, да, есть борты и налита вода. Ну, бассейн такой, предположим, мелкий бассейн или не очень мелкий бассейн был. Таких конструкций, так сказать, труд-пруди, что называется, да, сейчас любят делать всякие там аквапарки, на последних этажах, там, на каких угодно этажах всякие там торгово-развлекательные цели. Ну, и мы много этим занимаемся. Вот показано как раз такое на пальцах, такой детский пример, абсолютно, для понимания, когда нагрузка есть существеннейший элемент расчетной модели. То есть он зависит от того, как вы видите и как вы правильно задаете или неправильно задаете расчетную модель. Как обычно в 99% случаев подходят люди к такой модели, да, задание модели задания нагрузки, да, или модели нагрузки. Ну, модель задается просто как гидростатический, то есть равномерная нагрузка, так сказать, гамма-H или там рожа-H, да, которая равномерно прикладывается по длине этой балки, ну, или этой плиты, как угодно, если это двумерная задачка, да. Имеет ли право на жизнь такая расчетная модель и, соответственно, такой способ учета этой нагрузки. Как вы думаете, имеет ли право на жизнь? И в каких случаях она имеет право на жизнь? Есть мнение? На этом же слайде есть подсказка, кстати говоря, да, для ответа на этот вопрос, на этом же слайде. Не буду вас томить, ну, вернее, вы меня томите, а я вас жду ответа, но не дождусь, по-видимому, да. Да, имеет право на жизнь. И не только как начальное нулевого уровня приближения, потому что любая модель имеет право на жизнь как нулевое приближение, да. Вот мы, типа, от этого стартуем и дальше идем, уточняемся, уточняемся, уточняемся. В этом смысле любая модель, как та самая пичка, от которой мы пляшем, имеет право на жизнь. Да, как нулевое приближение, да. Но эта модель практически адекватна, да, соответствует Если вот это самое ваше перекрытие, ну или балка, достаточно жесткое. Что значит достаточно жесткое? Это означает, что деформация, точнее говоря, прогиб в данном случае этой балки достаточно мал. То есть он мал по сравнению с характерным размером этой балки, то есть с характерной толщиной. То есть если, условно говоря, прогиб этой балки одна десятая, одна пятая от толщины вашей балки, то, конечно, вот такое равномерное гидростатическое давление вполне можно задать. И мы не сильно ошибемся. Но если и сколь скоро ваша балка, в силу ряда причин, величина пролета, сечение гибкое, достаточно слабое, это не так? То есть мы должны учитывать эффект, об этом будем говорить на следующей лекции, геометрической нелинейности, то есть соизмеримость перемещения, в данном случае прогибов, с характерным размером. То есть, видите, она уже в данном случае у нас выходит за размер толщины. То вот здесь уже нет, потому что вот мы видим, что для мелкой воды, вот как будет перераспределено уровень воды, да, жидкости. И тут, конечно, уже просто учет в виде равномерного гидростатического давления будет не просто не то, чем он будет в корне. Не верим. То есть мы получим неправильный результат. Более того, опасный результат, потому что мы видим, что здесь за счет образования такой линзы воды при прогибах, да, вот здесь эта нагрузка будет существенно больше, там в разы, может быть, больше, чем вот здесь, да. То есть это существенно влияет на расчетную модель, существенно влияет на результат и на оценку безопасности. Это понятно, да, я надеюсь, потому что вот это как раз такой характерный пример. Он взят в том числе из этой книжки. Ну, понятно, в книжке он тоже не оригинален, он такой приводился в примерах, я думаю, на протяжении последних 100 лет, вот, но он дает понимание, да, вот как правильно подходить к расчетным, к формированию адекватной расчетной модели с точки зрения моделирования нагрузок в том числе, да, не только с точки зрения моделирования конструкции как таковой, но и тех нагрузок, которые на нее действуют. То есть мы видим, что нагрузка является существеннейшим элементом расчетной модели, да, потому что не задумываясь о том, как реагирует наша конструкция на это воздействие, мы не можем само воздействие правильно замоделировать. Вот фишка-то в чем, понимаете? Думаю, что этот пример приведет вас на многие мысли. Ну, значит, мы еще можем говорить и должны говорить о том, что нагрузки и воздействия можно делить по целому ряду факторов, по ряду критерий. То есть существуют разные классификации нагрузки и воздействия. Не только те, которые мы видели такого внешнего уровня, да, классификации, но и такого внутреннего содержательного, да, уровня. Ну, например, какова природа наших нагрузок, да? Ну, мы знаем, что явления, в том числе описываемые математические явления, да, принято делить, и это деление отражает реальный ход вещей на детерминированные нагрузки. То есть те нагрузки, по которым нам, ну, грубо говоря, все известно, да? То есть нам известно, что она точностью, да, определяется тем или иным законом, и если мы его учтем, в частности, при оценке безопасности, мы не отступим от правды, да? То есть нагрузка детерминированная, ну, или определенная, да? Но значительная, если не сказать, что большая часть нагрузки воздействия таковыми, то есть детерминированная, не являются, они являются случайными. То есть мы заранее, по крайней мере, на этапе проектирования уж точно, не знаем, какая именно реализация, ну, особенно временная, видите, тут параметры времени существенно фигурируют, да, Т по оси абсциссы. Значит, как вот эта нагрузка по времени будет распределена? Действительно, мы этого не знаем. Ни в отношении ветровых нагрузок, ни в отношении снеговых, ни в отношении сейсмических, ни в отношении ударно-волновых, ни тем более в отношении парийных нагрузок, которые воздействуются случайными, да? По своей природе. То есть эти все нагрузки по своей природе являются случайными. А мы должны их учесть в рамках действующих нормативных требований, да? И дать вполне себе детерминистическую оценку безопасности, которая пока оперирует терминами детерминистическими. Как это делать? Как это учитывать? Это очень важный фактор. Над этой темой бьются на протяжении последних десятилетий лучшие умы, но до сих пор, должен сказать, существенным образом в практику проектирования и расчетного обоснования это не вошло. Почему? А потому что нет серьезных успехов, в том числе с оценкой статистики тех самых нагрузок, вероятностных, которые действуют на наше здание и сооружение. То есть мы еще слишком мало набрали этой статистики для того, чтобы оперировать понятиями вероятностных оценок, вероятностных расчетов. Но не знать об этом нельзя, не думать об этом, когда мы задаем или учитываем те или иные нагрузки тоже нельзя. То есть мы должны всякий раз понимать, где мы находимся, с какой степенью точности, определенности мы учитываем, моделироваем и стало быть оцениваем прочность, устойчивость и безопасность наших зданий и сооружений. Вот на это тоже обращается внимание, но в том числе и в этой книжке. Понятие вероятностных нагрузок, периода повторяемости, вероятности непревышения. Это все такие важные понятия, которыми мы должны оперировать. Ну вот здесь опять же говорится о том, что мы можем строить модель вероятностную, а можем переводить ее в понятие детерминированное с помощью так называемых нормативных коэффициентов. И мы видим, что если мы имеем, например, постоянные нагрузки, то вероятностные модели это будет распределение случайной величины, ну распределение по пространству, предположим, или там по какому-то другому фактору. А нормативные значения это номинальные значения, которые определяются теми или иными коэффициентами, ну коэффициентами надежности. Снеговые нагрузки, да, мы понимаем, что на самом деле это последовательность годовых максимумов, да, ну один год столько выпало в максимум, да, на самом деле не год, а месяц, на самом деле не месяц, а неделя, да, потому что это могут быть тоже такие циклы. Вот, но в нашей практике мы используем математическое ожидание годового максимума, да, то есть опять же это некая оценка, да, некая оценка, детерминированная оценка вот этой вероятностной величины, вероятностных факторов, да. Метровые нагрузки, опять же, значит, один из подходов в вероятностных моделях это последовательность месячных максимумов, да. Опять же, когда мы переходим к расчетным величинам, детерминированным величинам, мы берем период повторяемости 5 лет и ищем максимальное значение, да. То же самое о гололедных нагрузках, если говорить, ну и в каком-то смысле по-другому, но по смыслу похоже, по другим нагрузкам тоже. Ну, как я уже и говорил и повторюсь, наверное, вот этих классификаций по нагрузкам воздействия, их может быть очень много, да, то есть таких срезов, да, по одним факторам, по другим факторам. Вот мы перед этим говорили о детерминированных и вероятностных, да. Вот здесь классификация проводится по другим факторам, вы видите, да, нагрузки от веса несущих конструкций, да, и ограждающих, да, атмосферные нагрузки, технологические, смещение земной поверхности, чрезвычайные ситуации, вот. Ну и так далее и тому подобное. Заканчивается аварийное воздействие, да. Вот. Ну, кроме того, другая классификация, постоянные переменные, так, это тоже нам понятно. И мы переходим потихонечку к тому, о чем мы говорили, о сочетаниях нагрузок воздействия, да. Мы видим, что различные, так сказать, да, различные коэффициенты определяют вот это сочетание нагрузок и воздействий. Ну, вот они в данном случае имеют обозначение кси, кси 0, кси 1, кси 2. И вот разные нагрузки и воздействия, вот из тех, которые мы, так сказать, уже перечисляли, могут входить сюда в зависимости от видов сооружений и помещений, да, которые мы хотим оценить с точки зрения безопасности. А понятно, что цена ошибки, она разная, да. Одно дело, там, большое скопление людей, другое дело, там, скопление ящиков, там, я не знаю, с цементом, предположим, или с крипичом, да. То есть, как бы понятно, что там могут использоваться разные коэффициенты сочетания в зависимости от тяжести последствий. Вот здесь как раз с помощью этих коэффициентов это и определяется, да. Ну и вот показаны с помощью такой нехитрой таблички, плюсики, да, показано, как друг с другом дружат, женятся разные нагрузки и воздействия. То есть, те из них, которые нужно учитывать совместно, да. И мы видим, какое огромное количество сочетаний этих нагрузок и воздействий необходимо учесть, чтобы правильно оценить безопасность, да. То есть, мы видим, что, собственно, вес конструкции, да, вот, его надо, значит, плюсовать, ну, или, так сказать, учитывать совместно практически со всеми другими видами нагрузок. Это понятно, да, мы, собственно, вес никуда не денем, он всегда есть, да. Ну, целый ряд других факторов, которые тоже, да, учитываются. Предварительное напряжение, это может быть железобетон, это может быть другие конструкции преднапряженные. Давление грунта от нас тоже. Гидростатическое давление, ну, куда же мы денемся, если у нас, так сказать, подпорная стенка или, там, гидротехническое сооружение. Понятно, что гидростатическое давление, ну, скажем, от слоя воды, там, да, жидкости или грунта, оно будет постоянно, да. Усадка ползучей из бетона, ну, все время, пока это действует, мы должны учитывать осадка грунтов. А вот уже мы видим другие нагрузки воздействия, где, ну, не все сочетания есть, да. Вот, например, мы видим, что какие-то из них, да, можно, так сказать, учитывать, а другие не, так сказать, учитывать в этом сочетании. Ну, не можно, а как бы они просто не дружат друг с другом, так скажем, не могут действовать одновременно, да. Ну, вот, что бы я сказал, ну, вот, например, да, вот сейсмическая нагрузка, последняя, да, мы видим, мы видим, что она действует одновременно, ну, учитывается одновременно практически с первой всей группой, да, вот с этой, где есть весовые нагрузки. Но вот практически начиная с двенадцатой нагрузки, да, то есть вот с ветровой нагрузки, с ледовой, уже несоместно, то есть можно не учитывать ледовую нагрузку или ветровую нагрузку, да, если мы учитываем сейсмическую. Потому что фактор случайности, ну, и особого воздействия, скажем так, который представляет в данном случае сейсмическая нагрузка, говорят нам о том, что одновременное действие, да, даже с какими-то сочетаниями, и максимальная сейсмическая нагрузка, а мы именно считаем на максимальной сейсмической в этом районе, и сколько-нибудь значимой, скажем, ветровой или снеговой нагрузки, ну, крайне маловероятно, и потому нами не учитывается, да, вот такая, значит, такой подход. Ну, вот это тоже характерная такая табличка, характерная картинка, которая дает нам понимание о многообразии самих этих нагрузок и воздействий, и о еще большем многообразии, ну, или как принято, не только модно, но и правильно говорить, комбинаторики, комбинаторики, то есть в взаимном сочетании вот этих самых нагрузок и воздействий. Ну, вот первая группа, да, я ее так просто целиком оконтурил, это вес конструкции грунтов, полезные нагрузки на перекрытие, крановые нагрузки. Надо сказать, что этим темам, ну, и весом конструкции грунтов, полезным нагрузкам, крановым нагрузкам, да, уделялось понятное время внимания не то, что последние 100-200 лет, на протяжении всего истории человечества, да, строители, какие бы они ни были, там, древние строители, средневековые, да, вот, еще далеко до методов расчета, до оценки безопасности, до норм, да, но уже существовали некие из поколения в поколение от отца к сыну передающиеся правила, как правильно учитывать вот этот вес, чтобы наше здание не упало, или наши конструкции, пусть даже самые примитивные, не упало ни в период строительства, ни, так сказать, в период отведенного срока эксплуатации, да. Да, за это время, конечно, произошли сильные изменения, да, добавилось целый ряд пониманий, но, тем не менее, я особо на этом останавливаться не буду, потому что здесь, повторяю, наверное, наибольший бэкграунд такой, наибольшая история и такая практическая наработка в этой области. Снеговые нагрузки. Ну, я уже вам говорил, что я только расстался со своим аспирантом, почему я с ним только сейчас расстался, почему мы этому уделяем внимание, потому что снеговая нагрузка, снеговые нагрузки, точнее говоря, на большепролетные, произвольные формы здания и сооружения, ну, или покрытие, которое находится, так сказать, при взаимном влиянии, близко расположенной покрытией, да, это такая беда. Головная боль, стыд и позор вообще современного состояния проблемы, да, с точки зрения нагрузок и воздействия и с точки зрения оценки безопасности. Потому что для целого большого ряда покрытий, ну, тем более уникальных, да, таких форм, не простых, не плоское покрытие, не там цилиндрической формы, а покрытие той формы, которую любят архитекторы современные. А какой любят формы покрытия современные архитекторы для большепролетных, любых большепролетных зданий служат? Архитекторы говорят так, чтобы оно не было ни на что похоже, чтобы оно не повторяло никакого предыдущего автора, чтобы мое покрытие осталось в веках, как совершенно уникальное, оригинальное, по которому будут меня вспоминать. А о чем это говорит с другой стороны? О том, что никаких, как бы, априорных или там СНИПовских, СПшных данных по распределению снегового, так сказать, снегового покрытия на данные покрытия нет, да. То есть мы должны его как-то определить. Есть два способа на сегодня. Есть способ физического моделирования, да, ну, скажем так, в аэродинамической трубе, с моделированием снега в виде какого-то снегоподобного порошка, назовем это так. Этих снегоподобных порошков их очень много, они, вернее, авторы этих порошков друг друга не любят, и результаты, которые они получают с этими порошками, они на самом деле разные. Это один способ, значит, экспериментального моделирования, физического моделирования, да. Другой способ математического моделирования, ну, сегодня по необходимости численного, да, с помощью использования численных методов, математических моделей, и программных комплексов их реализующих на основании решения задачи вычислительной гидрогазодинамики и снегопереноса, или, так сказать, массопереноса. Это очень сложная задача, вот которой как раз мой аспирант занимается. Во всем мире зачаточные, я бы сказал, стадии находящиеся, но деться нам некуда, потому что если мы не сможем решить эту задачу через какое-то время, мы будем моделировать, оценивать безопасность наших большепролетных сооружений с точностью, как и раньше, до поросячьего визга, как говорят на роде, да. То есть очень резидентно. Ну, или запас большой, да, что тоже нехорошо. Так вот, мы видим, да, что более-менее, более-менее, да, точно мы можем определить с помощью тех же норм, и нормы это определяют, уровень, максимальный уровень снегового покрова, ну, там, раз в 50 лет, предположим, да, для той или другой площадки, ну, в пределах России, ну, любой страны мира, вообще говоря, да. Ну, если говорить о России, то это по СП, по картам СП. Значит, в зависимости от снегового района, значит, снега на дневной поверхности, тогда на обычной поверхности больше, меньше, они оказывают тот или иной, уровень, лекция, похоже, оказывают то и другое, значит, силовое воздействие, но этот равномерный снеговой покров на прямолинейный, скажем так, да, на плоской поверхности, он, конечно, для покрытия сложных форм трансформируется в результате процессов снегопереноса и снегоотложения, ну, а снегоперенос почему происходит? Под воздействием ветра в том числе, да, а снегоотложение происходит в результате, там, понятно, гравитационных нагрузок, ну, или каких-то там иных нагрузок, да. Так вот, это очень сложный процесс, как я уже говорил, не раз не до конца исследованный, и он может приводить к распределению снеговой нагрузки, ну, в том самом снеговом районе, для которого мы знаем распределение равномерное, да, на дневной поверхности, к совершенно невообразимым, сложно представленным, совершенно фантастическим, по сути, да, картинам распределения снега, да. Ну, вы наверняка, если зимой так наблюдали, да, какие-то снеговые заносы около заборов или там каких-то сооружений, вы обращали внимание, какой причудливой они могут быть формы, да, насколько уровень вот этого снегового мешка или сугроба, ну, стало быть, и нагрузки, которые действуют на поверхность, на которую она опирается, да, может быть, отлично, как тут, так и в другой сторону, как больше, так и меньше, от уровня снега, ну, скажем, на такой ровной, так сказать, ничем не обремененной поверхности, да. Вот, мы это наблюдаем, но не можем сегодня точно определить. Поэтому, вот мы тут видим, да, вот в этом разделе, значит, много-много параграфов, так, семь штук. Все это очень важно, все это необходимо с точки зрения понимания физики явления и где мы находимся в понимании, но два слова об этом я уже сказал, о том, что мы находимся пока очень далеко от того, где мы хотели бы находиться и где нам нужно было бы находиться, если бы мы хотели правильно оценивать, правильно моделировать снеговые нагрузки на покрытие произвольных форм, да, это там, где вот знание правильного распределения снеговой нагрузки наиболее важно, да. Ну, какие это сооружения? Я уже говорил об этом. Это прежде всего большепролетные покрытия, достаточно гибкие, достаточно податливые, да, произвольные формы, большепролетные покрытия. Я уже говорил и повторюсь, как бы того стоит, что именно не на фоне, а вследствие вот этих больших снеговых нагрузок произошел целый ряд, в том числе наиболее таких громких, резонансных аварий, обрушений, катастроф, да, ну, если говорить о строительных понятиях, да, Грандсвальд, парк, Басманный рынок, там, Истринский купол, ну, и так далее, и тому подобное. Идем дальше. Повторюсь, все, что я говорю в том темпе и с той степенью подробности, в которой мне позволяет наш формат, вовсе не говорит о том, что это все, что я хотел вам сказать, мог бы сказать, а главное, что вы должны усвоить. Поэтому я вас ориентирую, вот, в частности, на эту книгу и на те литературные источники, на которых она ссылается, на которые, да, я вас ориентирую в том числе вот на книжку, которую, ну, применительно к ветровым нагрузкам, к которой мы сейчас перейдем, да, которую мы издали буквально полтора года тому назад, ну, или меньше даже, да, это вычислительная аэродинамика в задачах строительства, да, вы меня видите, да, надеюсь, из книжки главной, да, вот, это как раз то, где мы показываем тот путь, которым можно и нужно двигаться, в уточнении нагрузок, ну, в данном случае ветровых, да, которые мы хотели бы пройти и со снеговой нагрузками, хотя это намного сложнее, намного сложнее. Итак, ветровые нагрузки. Ну, ветровые нагрузки, опять же, относятся к категории классу климатических нагрузок, да, они, в общем, вроде бы всем известны, да, то есть вроде бы нету таких мест, где их нету вообще, есть места, где они очень сильны, поэтому неудивительно, что в нормах существует градация по ветровым районам, да, и ветровым местным более, то есть две градации, так. Ну, если мы находимся где-нибудь в Москве, ну, или в Перми, например, это относительно спокойная ветровая ситуация, там, первый или второй ветровой район, да, ну, если мы находимся в городской местности, там есть некоторый коэффициент снижения еще, да, регион, да, но если мы находимся с вами совсем в других местах, ну, то есть в России, ну, например, там, Владивосток, или хоть и другой приморский, да, район сильных ветров, или там Новороссийский Ленжик, где еще к этому делу добавляют локальные местные ветра, типа Норд-Ост, да, Бора, которые еще происходят на фоне сильнейших, так сказать, снеговых, там, да, значит, гололедных нагрузок, то есть это в период зимы, как правило, происходит, да, то мы видим, что в этих ветровых нагрузках тоже существует огромное-огромное многообразие. Я уже не говорю о том, о чем мы уже, так сказать, упоминали, о там всяких смерчах, так надо, да, которые, так сказать, тоже добавляют к этому остроту. Итак, ветровая нагрузка. Ну, понятно, ветровая нагрузка – это природное явление, да, это не то, что мы с вами подули, да, хотя мы знаем, что можно вызвать это как в аэродинамических трубах искусственным образом, да, для специальных целей моделирования, да, но ветер – это природное явление, да, это, так сказать, за счет разности перепада давления, циклоны, антициклоны формируют вот эти сложные климатические явления, как ветровые, так сказать, да, ветровые потоки, которые, значит, обладают целым рядом особенностей. Я, опять же, не ставлю задачу глубоко сегодня, это невозможно для вас, да, глубоко в это влезать. Вы можете посмотреть книжку, вы, может быть, можете выбрать эту тему темой вашей магистрской, там, диссертации, диплома, или выбрать в качестве ответа на вопросы нашего экзамена, но на самом деле заранее сказать, какое ветровое воздействие будет в этой точке, да, в этом регионе, ну, там, через день, тем более через месяц, тем более через год, невозможно. То есть это вероятность нагрузки, да, это вероятность нагрузки, которую мы можем предсказать с той или иной степенью точностью, с определенной долей обеспеченности, не более того, не более того. Вот, но тем не менее на эту нагрузку мы должны спроектировать наше сооружение на весь срок его службы, то есть это 50 лет, 100 лет, да, то есть мы не можем отговариваться тем, вы знаете, мы эту нагрузку не знали, поэтому мы ее неправильно учли, нет, как бы незнание, как говорится, законов не освобождает, как известно, от их выполнения, да, мы должны таким образом учесть, определить, учесть эту нагрузку при оценке безопасности, чтобы застраховаться от самого неприятного случая на срок службы, на срок эксплуатации нашей безопасности. Поэтому здесь, как бы в этом разделе, в этой главе, уважаемых нами авторов, то есть мы принимаем с командой, мы видим такие понятия, как статистическая литровая нагрузка, да, статистика это как раз проявление вероятности во времени, да, и обращаю ваше внимание, что есть такое деление, ну, опять же, в нормах оно прописано, не только в наших, но и во всех, и как бы это деление отражает и физику явления тоже, то есть это не просто деление такой чисто нормативы, да, то есть литровые нагрузки делятся, подразделяются, да, или, так сказать, классифицируются на основные, основные, сейчас такое понятие, основные нагрузки и нагрузки пиковые, то есть основные нагрузки, это нагрузки на несущие конструкции, то есть это то, что должна воспринять несущая конструкция, да, нашего сооружения, их здания. А в свою очередь эти основные нагрузки делятся на средние, так называемые, да, то есть как бы неизменные, да, такие средние, и пульсационные, то есть средние это как бы такие квазистатические, которые мы учитываем в расчетах как постоянные по времени, да, не вызывающие динамические эффекты, и пульсационные, которые в силу турбулентности потока могут вызвать пульсации, то есть и динамический отклик нашей конструкции. Это вот для несущей конструкции. Пиковые значения – это для ограждающих и фасадной конструкции. Там особая статья. И целый ряд других ветровых вещей, которые мы должны учесть. А что это за другие вещи? О них, как правило, либо не говорят, либо не знают, либо не знают и не говорят. Но есть те, как мы, которые знаем и говорим. Хотя и не кошмарим эту ситуацию. Что это за другие воздействия и нагрузки? Например, хотя это не имеет прямого отношения к безопасности, но, безусловно, имеет отношение к комфорту. Это оценка пешеходной комфортности от ветровых воздействий в пешеходных зонах. То есть, грубо говоря, надо так запроектировать и оценить наше сооружение, в том числе на ветровые воздействия. Чтобы в пешеходных зонах вы чувствовали себя комфортно. Существуют такие критерии даже комфортности пешехода. Которые в значительной степени зависят от скорости ветра на уровне пешехода. На полутора метрах от земли. С тем, чтобы в течение определенного срока, в течение года, скорость ветра не превышала тех или иных значений. То есть, ее повторяемость в течение определенного времени была не больше. Если она больше, эту зону нашего пешеходного общего поля мы признаем как некомфортную по одному из этих трех критерий. А что значит некомфортная? Значит, в общем-то, там не очень здорово находиться. И надо что-то сделать, что тема отдельная, для того, чтобы перевести ее в комфортное состояние. Вот мы сегодня дожили до этого. То есть, у нас есть сегодня возможности. В том числе с помощью математического числа и моделирования. Такие задачи решать и обеспечивать на стадии уже проектирования, обеспечивать проектирование пешеходно-комфортных зон. Ну, я говорю об этом не просто как о какой-то там блаже, дуре или там желании выпендриться расчетчиков-вычислителей, например. Нет, это вполне реальная задача. Ну, вот, например, может быть, в Перми это и не очень актуально. Вот, например, в Москве, как и в другом крупном мегаполисе, жители этого мегаполиса прекрасно знают те места, ну, в Москве я знаю несколько таких мест, что ты к нему подходишь, к этому месту, да, ну, или к этой застройке, да, как правило, это несколько высоток на одном стеллобате, да, подходишь к этому стеллобату, ну, либо нет ветра, либо слабенький ветерок, да, то есть ты спокойно себя чувствуешь. Стоит тебе сделать несколько шагов по этому стеллобату, и тебя сносит с ног, да, ветер. Что такое, почему? Вот как раз это зона пешеходной некомфортности, зона усиления ветра там, где возникают, так называемые, ветровые туннели, да, где сужается поток, ему как бы тесно становится, так как я на пальцах объясняю, да, и он вынужден ускоряться для того, чтобы пройти вот этот ветровой туннель, да. Это очень интересно, это очень красиво, это очень математически, так сказать, визуально красиво наблюдать, но находиться там как бы не здорово, да. Может там что-то порвать, может там зонтик сломать, ну и так далее, что тоже не способствует улучшению настроения. Поэтому вот сегодняшняя задача в том числе обеспечить, чтобы таких зон не было, ну или по крайней мере, чтобы уровень вот этой некомфортности был в нормативно допустимых пределах, да. Мало этого, не только о пешеходной комфортности мы говорим, когда речь идет о безопасности, мы говорим о явлениях, в которых я уже упоминал, так называемые автоколебательные явления, да, оказывается, оказывается, что ветровое воздействие, да, оно интересно, полезно и опасно, если мы его не пропустим, не только с точки зрения задания нагрузок. Помните, да, о расчетной модели, да, я говорю, задания нагрузок, реакцию от которых мы смотрим потом и оцениваем безопасность наших несущих конструкций, да, или каких-то иных. Оказывается, что для определенных типоразмеров конструктивов, да, ну там, прежде всего, это гибкие конструкции, сотные конструкции, подвесные мосты, ванковые мосты, например, да, существуют такие режимы ветровые, причем не обязательно ураганные, причем не обязательно очень сильные ветровые режимы. Вспомним Волгоград. Там вот этот автоколебательный процесс, всех напугавший, происходил при скорости ветра от 10 до 14 метров в секунду. Это вполне такой слабенький, ну, средний ветерок, да, средний. Средний ветерок, который вызвал автоколебательные процессы класса флаттера, да, изгибно-крутильного. То есть это автоколебательные процессы, повторяю, в которых, оказывается, да, происходит подпитка этих колебаний за счет ветрового потока, да. То есть связанная задача аэропруга колебаний гибкой конструкции в потоке набегающего воздуха. Это связанная задача аэропругасти. И, опять же, когда мы говорим о расчетных моделях, мы должны на стадии задания или моделирования этих ветровых нагрузок оценить. Опасно, не опасно. Может быть, нам имеет смысл ужесточить нашу конструкцию, да. Это пока прикидочные расчеты, понятно, да. Но, тем не менее, ужесточить эту конструкцию, да. Может, нам имеет смысл уйти от этих автоколебательных процессов. Потому что, как правило, понятно, что изменить самый ветровой поток мы не можем, да. Ну, или нам это очень тяжело, ветровой поток изменить на здание службы. То есть, вроде бы, понимаете, да, когда мы говорим о ветровых нагрузках, ну, как мы говорили о Снегародке, да. Вроде нам все это известно с детства, да, сравниваешь. Ну, да, ветер дует, там деревья качаются, какие проблемы. Нет, все намного интереснее, сложнее. Вот. И сложно изучаемее, скажем так, начиная с того уровня, который сегодня уже изучим. Ну, тем более интересно для исследователей. Говорю. Ну, о Говорюде я сказал почти все. Что знал, да. Надо сказать, что в последние годы, не скажу, что десятилетия, в последние годы, мы все чаще сталкиваемся с необходимостью, ну, вот в рамках научно-технического сопровождения проектов уникальных, особенно высотных, большепроводных зданий и сооружений. Вот недавно было два таких объекта. Сталкиваться вот с необходимостью определения этих гололедных нагрузок. Должен сказать, что несмотря на то, что вот есть такой раздел, вот в этой книжке есть раздел, есть раздел в нормах, ну, и в наших, и в европейских, и в американских, там, в каких угодно и иных. Степень достоверности, да, вот не просто оценочного какого-то, да, максимально возможного, да. А достоверности определения на основе физического или математического моделирования вот этих самых гололедных нагрузок и воздействий, как я бы сказал, очень аккуратно оставляет желать много-много лучше. Да, мы отсылаем к нормам, да, мы отсылаем к каким-то методикам упрощенным, которые позволяют определять эти нагрузки и воздействия. Но если и когда мы сталкиваемся с каким-то, ну, предположим, высотным зданием, там, высотой под 500 метров, лахта-центром словно, да, или Ахмадтауров в Грозном, там, 435 метров, и нам надо действительно определить гололедную нагрузку на фасадную конструкцию очень сложной формы, да, очень сложной, какая-то там складчатая, поворачивающаяся и так далее, очень сильно опасаюсь, что мы попадаем пальцем в небо, да, попадаем пальцем в небо. Ну, дай бог, чтобы эта нагрузка не была там определяющая, дай бог, чтобы другие нагрузки вносили больше вклад, те нагрузки, которые мы можем определять точнее. Но, тем не менее, факт остается фактом, да, вот эту нагрузку, да, мы пока можем определять только для простейших случаев, для простейших форм и в рамках норм, которые грешат очень сильной продолжительностью. Температурные воздействия. Ну, мы договорились, что мы будем говорить о климатических нагрузках, да. Так, ребят, вы мне скажите, сколько у нас еще времени было, чтобы я не очень-то соловьем пел, да, а то там... Еще 15 минут. Еще 15 минут, я понял. Температурные воздействия. Ну, на первый взгляд может показаться, что... Ну, о чем тут говорить? Температура, она и в Африке температура. Вот у нас есть лето для этого региона, вот у нас есть зима, вот у нас есть там дневная температура, вот у нас есть ночная температура. Ну, учти все это дело, да, и вперед. А мне, а мне... Гладко было на бумаге, да, как говорится. А в жизни овраги. И все намного сложнее. То есть, если мы имеем дело с реальным, сложно решенным, конструктивным, да, и в плане, и в объеме сооружения, да, более того, сооружением, которое, тепловой контур которого закрывается каким-то там последовательным образом, правильно, правильный учет, если мы умеем это делать, да, правильный учет вот этих самых температурных перепадов, разных сочетаний, да, ну, представим себе, да, у вас какой-нибудь стадион большого диаметра, там, большого размера в плане, да, у него есть несущие конструкции, есть фасадные конструкции, да, и вот выглянуло солнышко утром, да, солнечный день, предположим, да, и нагрело с одной стороны, с восточной, да, наше здание. Беру простейший случай, это каждый день происходит, да. Потом солнце пошло, ушло в зенит, так сказать, греет сверху, ну, более-менее одинаково, и то, не точно, да, в зависимости от конструкции. Потом ушло на запад, стало греть долго. Вопрос. Кто и как, правильно или нет, учел вот эти все нагрузки и воздействия при расчетном обосновании безопасности? Ответ. В 99% ответ отрицательный. Никто. Все исходят из того, авось, что, ну, наверное, это не самая важная нагрузка для воздействия, точнее говоря, да, которая оказывает влияние на надежно-деформированное состояние вот такого рода сооружения. Отвечаю. Ошибочное суждение. Наши расчетные исследования, не только наши, но в России, как бы, по большей части нашей, показывает, что вот эти самые температурные воздействия, климатические в том числе, могут оказывать ведущую роль, иметь ведущую роль в напряженно-деформированном состоянии наших сооружений, наряду с другими вот общеизвестными нагрузками и воздействиями, да. Именно поэтому, да, именно поэтому здесь очень важно правильно к этому подходить. Именно поэтому здесь вот много говорится о конструктивных решениях этого вопроса, ну, в частности, создание так называемых температурных швов для большеразмерных в плане сооружений, да, которые разделяют эти, так сказать, различные фрагменты, да. Но у нас есть и другие температуры, у нас есть технологические температуры, у нас есть температуры от воздействия пожара, хотя это вроде бы не прямой механической безопасности, но тем не менее. То есть вообще температурные воздействия – это отдельный, и как ни странно говорить это на, так сказать, 21 веке, да, еще не до конца исследованная расчетная ситуация в контексте тех самых расчетных моделей, о которых мы говорили, да. Смотрите, вот я вроде вас все время пугаю, да, так я сам себя ловлю на мысль, что вот это не до конца исследовано, тут не до конца понятно. Вы можете задать вопрос, а как же что-то проектируется, как же вообще это все стоит, да, и не утрирую ли я, не запугиваю ли я, да. Ответ такой, что и то, и то, да, и запугиваю, вот, и обстоит не так плохо, как можно понять, да, потому что многие вещи мы делаем в запас, ну, вынуждены делать. А по-хорошему можно было бы делать более эффективно, да, если бы мы лучше знали про вот эти нагрузки и воздействия, или могли бы, или имели время и опыт более точного ее модели. Смерч. Ну, смерч, конечно, правильнее было бы отнести вот к ветровым нагрузкам, но в отличие от ветровых, это особый, экстремальный вид ветровой нагрузки. То есть это не основное, сочетание, не основная нагрузка, это особая. Она, понятно, происходит для большинства зон. Не берем Соединенные Штаты, Аризону, да, Оклахому. Значит, она происходит очень редко. И именно в контексте и по всем правилам, значит, учета особых нагрузок и воздействий, она должна быть учтена. Наш опыт, по большей части, я буду ссылаться на него, и сейчас, и в дальнейшем, показывает, что недоучет, или вообще не учет нагрузки от торнадо влечет за собой очень опасные последствия, потому что нагрузка, вот эта особая нагрузка, да, она является самой опасной из всех ветровых нагрузок. Если мы имеем дело, ну, например, с тонкостенными гибкими оболочками, это может быть и покрытие, а может быть и не только покрытие, да. Ну, что я имею в виду? Вот мы имели много, большой опыт, имели более 40-летний опыт работы в атомной энергетике. И, ну, не только в атомной можно и тепловой взять, но атомной просто более ответственной, более опасной, и требований к безопасности там максимально поэтому. Так вот, там есть такие сооружения, сейчас они достигли такого циклопического совершенно уровня, да, там, 200 метров высотой, там, 100 метров диаметра, вот такие, да. При этом тонкостенные оболочки, это градирование, исполнительные градирования, испарительные градирования, да. Вот мы ими занимаемся, занимаемся, мы можем заниматься. Вот, так вот, оказывается, что они очень и очень чувствительны вот таким нагрузкам от смерчи, да, именно имея в виду скорость. То есть, в них начинают проявляться эффекты нелинейности, какой именно мы поговорим попозже, и более того, примеры покажем. Вот, и неучет смерчи, как одно из особых нагрузок, в особых сочетаниях, да, влечет за собой недоучет, недооценку важного природного фактора при оценке безопасности такого ответственного сооружения. Коллеги, значит, я, по-видимому, не уложусь сегодня. Мы завтра, в следующий раз, вернее, с этого начнем, да, я вам обещаю. И, по-видимому, все следующие занятия посвятим окончанию, ну, условно-теоретической части, связанной с нагрузкой воздействий, и показываю тех примеров из нашего только, нашего опыта, да, ну, которые подтверждают ряд мыслей, которые я пытался сегодня вам донести, да, по нагрузкам воздействиям. Как я и обещал, обещание свое держу, я все-таки оставляю вам шанс использовать оставшиеся 8 минут на то, чтобы задать мне вопросы, и, возможно, у чуда услышать ответы на них, да. Ну, это может касаться нагрузок и воздействий, то есть сегодняшней темы, может касаться, так сказать, всей темы, которую мы затрагиваем в безопасности здания и сражения, может затрагивать какую-то там общую программу, да, например, последующих лекций. Пожалуйста. Как я вам говорил в начале занятия, Галине Геннадь, не обращайтесь по поводу тех тем, которые она просила меня ей переслать, я позавчера это сделал. Так, если нет вопросов, я выдержал приличную паузу, так. Если нет никаких вопросов, я вас благодарю за внимание. Надеюсь, что я дал вам в ручку, в руку, вернее, не накормил вас рыбой, как бы получит китайская модульность, да, а дал вам в руки удочку, да, с помощью которой вы эту рыбу можете вынуть. То есть я дал вам направление мыслей, да, и те ориентиры, в том числе те публикации, ту книгу, да, которой можно пользоваться, ну, для того, чтобы глубже проникнуть в эту тему. Когда мы говорим о безопасности здания и сооружения и всех вот этих тем, под тем, которые мы должны будем затронуть во время лекций, на более глубокий уровень просто у нас не хватает времени, да, то есть это как бы на ваше усмотрение и в зависимости от ваших интересов, да, где вы хотите углубиться, да, а где вы хотите пройтись на том уровне, который я вам даю во время лекции. Окей? Не слышу? Хорошо. Так, не буду вас больше мучить, время, я так понимаю, у вас позднее, так? У нас не очень, вот, поэтому успехов и до новых встреч. До свидания. До свидания.